Исторические сведения о кабардинском народе к 300-летию дома Романовых, издание Владимира Николаевича, Кудашева, 1913 год. В 1825 году, во время проезда через Кабарду начальника главного штаба генерал-адъютанта Дебича, кабардинцы подали ему прошение, в котором жаловались на суровые меры, принятые против них генералом Ермоловым. В корне нарушавший стародавний уклад их жизни, в этом прошении кабардинцы на основании народных преданий сообщили, и некоторые сведения об исторической судьбе своего народа. Кабардинские князья и народ родом из Египта. Кабардинские князья и народ родом из Египта. Кабардинские князья и народ родом из Египта. Говорилось в этом прошении, сначала Арабхан явился в Константинополь к Кесарю и, с позволения его, имел жительство около Крыма, на речке, называемой Кабарда. Потом князья со всем народом, не давая знать Кесарю, переправясь через море в гавань Кизильташ, где впадает в море река Кубань, поселились на той речке и жили там семь лет. Из них Инал за Кубанью помер. Происходящие от него князья, бисленевцы и тимиргоевцы с подвластными остались за Кубанью, а прочие переселились сюда, в составе Большую и Малую Кабарду. Вот обращаю ваше внимание, эти сведения получены у стариков. Это не какие-то там туристы, которые что-то от себя выдумывают, да? Это сведения собраны именно у стариков. В то время, в 19 веке, старики не врали. Сейчас некоторые врут, и это очень плохо.